МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня мы проведем свободное время с главным балетмейстером Омского музыкального театра Надеждой Калининой и узнаем, как в Омске собрать золушку на бал. Надежда, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Могу ли я предположить, что после того, как золушка отправилась на бал на сцене Омского музыкального театра, в вашей жизни стало хотя бы чуточку больше свободного времени? На одну золушку стало меньше, потому что у меня в этом сезоне еще одна золушка и еще очень много-много проектов в других театрах и странах. Поэтому на одну золушку стало меньше, но свободного времени, как всегда, катастрофически не хватает. Я знаю, что мысли о золушке пришли к вам совсем не в Омске. Расскажите, как это было? Вы гуляли по Париже? Мы именно придумывали саму концепцию, стилистику, разрабатывали этот спектакль в Париже. Гуляли у нас. Была премьера сказа Гоффмана. Мы приехали в Палат и Конгресса. И была возможность три дня погулять. И вот, собственно говоря, мы отдались сочинению и разработке спектакля «Золушка для Омска». То есть в Париже можно думать об Омске? Везде можно думать об Омске. Ну, это наша работа, куда нас заносит наша творческая жизнь. Там мы, собственно говоря, творим. И в самом Омске мы очень много придумывали спектакли, которые к Омску не имеют отношения. Немножко о внутренней кухне. Если говорить о хореографии, насколько сложен в этом спектакле язык тела? Просто, насколько я слышала, что в «Идиоте», который вы ставили в 2015 году у артистов балета, был довольно широкий ассортимент травм. Там плечо, челюсть. Вот хорошо. Кому досталось в «Золушке»? Конечно, в первую очередь пострадал «Принц», потому что у него усилилась нагрузка. Он был один, а «Золушек» у нас две. И вот в самый неподходящий момент за два дня случилось вот это прямо на сцене. И все были на 100% уверены, кроме меня, что премьера не состоится. Хотя я такой даже мысли не предполагала. И билась до последнего, что «Принц» появился. Я так понимаю, что вас форс-мажорами вообще не напугать. Вы как? Я иногда шучу, что меня, наверное, в космос готовят, потому что думаешь, ну вот вроде бы все, все. Нет, раз, и такое препятствие на пути. Да, многие, кто меня уже знает, со мной долго работают, говорят, что у меня всегда почему-то посылаются такие какие-то испытания, сложности иногда, кажется, непреодолимые. До личного характера иногда, профессионального. Поэтому я, наверное, к этому отношусь так, ну на все воля Божьего. Ну так случилось, значит, нужно бороться до конца, а там уже, ну от меня уже ничего не зависит. Еще раз вернусь к «Идиоту». Вы рассказывали, что любите Достоевского. Кто еще в топе любимых авторов Надежды Калининой? И какие эмоции вы любите получать в процессе чтения? Я вообще могу сказать, что я в этом плане лентяйка. Я в большинстве своем читаю по работе. Вот мне нужно, вот это сейчас у меня проект, мне нужно максимально подготовиться, прочитать все, что есть на эту тему. И даже предпочту больше сон, ну или просто лежать. Достоевский, естественно, мой любимый. И сейчас он лежит униженный, оскорбленный. Беру так слезу пропустить лишний раз. Ну нравится мне, наверное, вот страдать, нравится. И ничего не могу с собой поделать. Отношения с Омскому у вас начались 10 лет назад, с Гоголевской шинели. И вы тогда тоже работали в паре с Сергеем Новиком. Вот тема маленького человека до сих пор живет в атмосфере большой зрительской любви. Как удается оставаться актуальным спектаклю в течение десятилетий я, при такой динамичной жизни? Я не знаю. Я просто творю, создаю и все. Я не думаю о том, будет это там актуально, не будет. Даже если что-то не нравится, я заставляю себя влюбиться в материал, в музыку, в материал, который мне не близок, тема и так далее. Я придумываю что-то, чтобы влюбиться в данный проект, потому что без любви, без искренности ничего достойного, на мой взгляд, не получится. Это однозначно. Нужно постоянно себя влюблять. Особенно в музыкальный материал. Порой, ну, заказы бывают такие непростые, скажем так. Но вот как, кстати, с музыкой? Что отновляет? Я люблю ездить за рулем по, не знаю, там, по Питеру, моему любимому, по набережной и просто включать Тангейзера, там, Увертюру или Чайковского шестую, пятую симфонии. Но опять же, зачастую больше даже, когда я еду на машине, я слушаю материал, который конкретно по работе. Вы не были полгода дома? В этот раз, да, полгода. Ну, скучаю, конечно. Как по городу скучаю, очень по архитектуре, по любимым местам, так и, конечно, по дому, по близким и по четырем котам. Три кошки кот у меня. Вот очень скучаю, прям хочу потискать. Знаю, что в Омске вы подобрали котенка. У меня вообще последняя постановка, я в Молдавии, ну, в Молдовии сейчас, ставила сказки Гоффмана и вот подобрала котеночка замечательного. Конечно, отдала потом хорошие руки. Вот на Эсмираде собачку, кстати, мужчиночка тоже отдала. В Омске жил, да, с вами? Да, недолго, да. А здесь вот у меня на Пасху я нашла ее, назвала Синдерелла. Вот, откормила, думала беременная. Пришли, но нет, УЗИ сделали, сказали, что просто толстая, откормили. Вот, так что да, такая у меня Золушка Синдерелла. Сейчас дома, буду с ней буквально завтра расставаться. Нашла хорошего очень человека, который, надеюсь, сделает ее жизнь прекрасной. Продолжим говорить о вашей работе в Омске. Все ваши спектакли по-прежнему в репертуаре. Омский зритель их очень любит, они уже прошли проверку временем. А вы, есть ли у вас среди них любимчики, ну, или наоборот, вот, кого вам до сих пор хочется доделать? Ну, любимчиком, честно, сейчас является Золушка. Хотя идиот я до сих пор, он меня трогает. Ну, в каждом балете я все равно что-то бы отправила. Где-то в костюмах, где-то в хореографии, где-то в режиссуре, а где-то в музыкальном даже решении. Вот, а такой самый, наверное, который, балет сложно мне принимать, хотя все его любят, говорят, замечательный балет, это Бугольц, когда навязывают очень сильно какую-то тему, мне, ну, меня вообще прижимать вот к стене... Нельзя. С силком нельзя. Вот как-то вот нежно еще можно договориться, и я влюблюсь в материал, хотя я и в Бугольце влюбилась, я придумала себе там тему, сюжет, абсолютно предмет. Даже Петр Первый приезжает в Омск, понимаете? Я себя развлекала, как могла, чтобы достойно выпустить этот спектакль, но все равно ощущение того, что меня принудили, это такой осадок остался. Если вообще говорить об изменении вашего внутреннего творческого состояния, как меняется ваш язык, как меняются хореографические формулировки, каких вот движений вам сейчас больше хочется резких, плавных? Ну, все зависит от музыки, в первую очередь, от идеи, от замысла. Главное, чему... Ну, я надеюсь, что так происходит, что я все-таки расту в плане лексики. Как мой знакомый сказал Надя, только после 20-го спектакля можно приобрести свой почерк. в плане хореографии, чтобы, да, посмотрели, сказали, это Калинина. Это точно Калинина. Вот, так что... Ну, вот, кстати, к вопросу о почерке. Как бы вы сами... Вот у меня уникальная возможность спросить, как бы вы сами свой почерк охарактеризовали? Ой, ну, вот по опыту уже могу сказать, что да, координация для артистов, для исполнителей, особенно вот у нас сейчас принц появился впервые, он столкнулся, он говорит, конечно, на координацию. То есть очень непривычная по координации хореография. Очень много... Не знаю, о себе говорить, конечно, но очень сложно. Таких волн где-то, контиленность, которая такая потом в резкие какие-то движения приходит. То есть контрастных каких-то вещей, которые не у всех артистов укладываются. Они думают, что это как-то очень странно поначалу. А вот омские артисты уже, конечно, многие меня с полуслова, с полузгляда понимают, являются сотворцами однозначно, как артисты кардебалета, так и ведущие, замечательно наши солисты. Лексику так на раз подхватывают уже. Что в планах на будущий сезон? Очень я хочу классический спектакль, новый, в новых декорациях, в шикарных новиковских, конечно, костюмах. И классику, классику. Очень хочу привлечь артистов, потому что очень малочисленная труп, которая просто требует подкрепления и в плане как количественного, так и качественного. Очень мечтаю, чтобы в театре появился пол на сцене. Просто не могу, бью тревогу. Вы же артистов, вокалистов не выгоняйте, в мороз минус 40 на улицу петь. Почему артисты балета должны танцевать на очень опасном полу, на покрытии сценическом. Это очень отражается на качестве их исполнения и, собственно говоря, очень вредно для здоровья. Ну вот, ну вот как-то нас не милуют пока что в министерстве. А привлечь артистов очень сложно. Смешно, не смешно, но многие считают даже в России, что в Сибири... Ух, я сама когда первый раз съехала, вы знаете, сколько я одежды теплющей набрала? Я была уверена, минус 50 как минимум. Это просто тут... Ссылка. Какие личные планы на лето? Я слышала, что вы покидаете Омск и отправляетесь в Америку. Опять работа? Да, я все по работе. В этом сезоне у меня все расписано до 20 декабря каждый день. Сейчас я в Петербурге буду выпускать, в Санкт-Петербург-Опере. Тому еду в Минск. Мы будем проект готовить на Америку. В Омск я, естественно, приеду для возобновления балета «Бухгольц». Опять же. То есть я в разъездах потом Ростов, потом Америка, потом Франция, потом Астана, Омск и так далее до декабря месяца. В постоянных разъездах. И, наверное, это счастье, что работы есть и работы много. Девушки с обложки в музее Мини-Врубелем. На выставке «Пин-Ап» собраны иллюстрации с популярных журналов, календари и рекламные постеры с роковыми красотками. Любители джаза ждет грандиозный фестиваль. Меломаны смогут побывать на концертах с участием известных джазовых музыкантов и певцов из шести стран мира в рамках Сибирского джазового фестиваля. В лицейском театре в путь отправляется трамвай «Желание». Премьеру по повести Теннесси Уильямса готовит московский режиссер Виктория Каминская. До чего может довести родительский чат, расскажут в Пятом театре. Спектакль «Горка» поставлен по пьесе Алексея Житковского, на написание которой автора вдохновила переписка в мессенджере. В субботу все на пляж. Фестиваль летних видов спорта впервые пройдет на берегу Иртыша. В программе соревнования у конкурс интерактивной площадки «Загар» и отличное настроение. Завершать неделю нужно вкусно, например, на фестивале «Барбекю». В парке на проспекте Королева в воскресенье будут соревноваться повара. Вход свободный и лучше натощак. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова